Его грозный облик Восстановка к выстрелу не требовала участия стрелка Такие пистолеты были запатентованы в 1872 году Для них дымный порох не годился Но с появлением нитроцеллюлозного бездымного пороха И созданием в 1897 году Джоном Браунингом оптимальной компоновочной схемы Начался пистолетный бум До начала Первой мировой войны было выпущено более миллиона единиц Одних только пистолетов Браунинг Образца 1900 года К 1905 году волна популярности личного автоматического оружия докатилась и до России После русско-японской войны Многие русские офицеры, недовольные долгим перезаряжением штатного револьвера Наган Стали стихийно на собственные деньги приобретать у частных торговцев новомодные пистолеты Кстати, в России вплоть до 1918 года их называли автоматическими револьверами Остановить такие самозаготовки было нельзя Тем более, что и военное руководство заинтересовалось новым типом оружия Но поскольку не было ни единства мнений о пистолетах, ни средств на централизованное вооружение ими офицеров Военное министерство приняло Соломоново решение Главному артиллерийскому управлению было поручено выбрать из зарубежных образцов пистолетов Наиболее пригодные для самовооружения Вскоре появился высочайше одобренный приказ Который разрешил офицерам иметь пистолеты германского и бельгийского производства Особое место среди немецких пистолетов конца 19-го, начала 20-го веков Занял самозарядный «Маузер» образца 1896 года Пистолет был разработан и запатентован фирмой братьев «Маузер» Маузеровский самозарядный пистолет образца 1896 года Проиграл в споре за право стать штатным оружием вооруженных сил Кайзеровской Германии Поэтому фирме пришлось позаботиться о его сбыте в другие страны На этом пути пистолет ждал успех Из-за высоких тактико-технических данных Его охотно покупали многие государства мира Пистолет системы «Маузера» образца 1896 года Калибр 7,63 мм Начальная скорость пули 420 метров в секунду Масса без патронов 1,7 кг Длина 25 см Скорострельность 30-40 выстрелов в минуту Конструкция пистолета была самозарядной Ствол большой длины Что обеспечивало повышенную дальность стрельбы Постоянный магазин на 10 патронов с откидной крышкой Располагался перед спусковой скобой По винтовочному Патроны размещались в шахматном порядке Переносился пистолет в кабуре из орехового дерева Которая по мере необходимости Была способна превращаться в приклад Из-за этого «Маузера» образца 1896 года Порой называли пистолетом-карабином Дальность его прицельной стрельбы Составляла около тысячи метров Это абсолютный рекорд Ни один пистолет в мире, кроме «Маузера» Ни тогда, ни сегодня Не может вести эффективный огонь На таком большом расстоянии Боевое крещение немецкий автоматический пистолет Прошел в ходе англо-бурской войны 1899-1902 годов Знаменитым стал лозунг Одного из бурских генералов С Богом и с «Маузером» Пистолет приобрел популярность Среди участников африканских и восточных экспедиций Именно с «Маузером» в руках Начинал свою военную карьеру Лейтенант гусарского полка Уинстон Черчилль Широкая реклама этого безотказного оружия С высокой поражающей способностью Привлекала внимание охотников, путешественников, авантюристов Всякого рода искателей приключений Первоначально этот образец не был военным То есть не делался он для армии А позиционировался как пистолет для путешественников Поэтому его зачастую можно было купить просто в магазине Кстати, в России он тоже продавался Стоил такой образец чуть больше 50 рублей Но, правда, деньги были достаточно солидные Торговля шла очень бойко И, в конце концов, на пистолет обратили внимание военные В 1908 году маузерами вооружили немецких конных егерей Правда, его калибр пришлось изменить Под штатный 9-миллиметровый патрон «Парабеллу» В Первую мировую войну Этот пистолет также приняли на вооружение Офицеров кайзеровской армии В России он входил в число рекомендованного Для приобретения офицерами личного оружия И получил широкую известность под названием «Маузер номер 2» или «Маузер в колодке» Один из недостатков, что его постоянно переделывали В войсках на заводах увеличивали емкость магазина до 20 патронов Также недостатком являлся его вес почти килограмм Недостатком было то, что при длительной стрельбе возникали задержки Его надо было постоянно чистить и смазывать Наиболее широкое распространение в России «Маузеры» получили в годы Гражданской войны При этом они были на вооружении всех противоборствующих сторон Большое количество «Маузеров» было захвачено в качестве трофеев Еще в период Первой мировой Также эти пистолеты массово поставлялись из-за рубежа Для вооружения армии, которые воевали против большевиков Британская помощь белым частям обернулась тем, что «Маузеры» попали в Среднюю Азию Босмачам «Маузер» был удобен там, где форма одежды не позволяла носить винтовку и подсумки Поэтому он стал популярен среди сошедших на берег революционных матросов От автомобилистов и самокатчиков «Маузер» в колодке вместе с кожанками Перекочевал к советским чекистам и комиссарам Этот пистолет, мощный, компактный Активно использовали и бандиты В Москве именно с «Маузером» в руках Уголовник Корольков ограбил вождя мирового пролетариата Ленина Известен и питерский любитель «Маузера» Знаменитый налетчик Ленька Пантелеев Страстно обожал «Маузер» красный партизан И всемирно известный полярник Иван Папанин Кстати, «Маузер» был еще и почетно-революционным оружием Известно, что три образца Было вручено советским военачальникам Это Бадионному, Ворошилову и Каменеву В 1921 году Которые были украшены золотыми пластинками С надписями о вручении от ЦИК РСФСР Вышел органом власти того времени И вот здесь вот на рукоятке Располагался орден боевого красного знамени После окончания гражданской войны Отношения между молодым советским государством И Веймарской Германией Развивались на разных направлениях Советский Союз и Германию Интересовало военное сотрудничество В результате чего По заказу был модернизирован ствол Укорочен, пистолет стал легче В результате этого сотрудничества В 1920 году было закуплено большое количество Этих пистолетов Советским Союзом Пистолет поступил на вооружение во все органы Красной Армии Плюс НКВД Его даже называли большевистский пистолет Они активно использовались во всех боевых операциях И вооруженных конфликтах Эти пистолеты отличались высокой надежностью Отличными баллистическими характеристиками Простотой разборки и сборки Их запасы оказались столь значительны Что они применялись и во время Великой Отечественной войны С маузерами нередко шли в германский тыл Спецгруппы НКВД и ГРУ С маузерами прыгали десантники В 1943 году гвардии полковник Леонид Прежнев Был награжден именным маузером Классического образца На знаменитой фотографии мая 1945 года Где бойцы Красной Армии салютуют у взятого Рейхстага Среди различных образцов стрелкового оружия Есть и старый добрый маузер Даже в Афганистане При разоружении мадхедов Советские солдаты находили пистолеты этой модели Произведенные едва ли не столетие назад В развитии советского стрелкового оружия Маузер сыграл немаловажную роль Именно его широкая распространенность И определила выбор типа патрона Для будущих советских пистолетов В июле 1928 года Главное артиллерийское управление Красной Армии Приняло на вооружение пистолетный патрон К маузеру образца 1920 года И привело его в соответствие с винтовочным патроном Калибра 7,62 мм Таким образом были унифицированы боеприпасы Ко всем видам стрелкового оружия За исключением крупнокалиберного Это значительно упростило снабжение войск боеприпасами А их производство стало намного дешевле Руководство Красной Армии Одним из первых встало на путь унификации Как систем вооружения, так и боеприпасов Стратегическую правильность этого решения Подтвердила Вторая мировая война Оружие русской революции Револьвер Нагана И автоматический пистолет Маузера Еще долго служила рабочей крестьянской Красной Армии Но ему на смену уже шли новые отечественные модели Рассказ о них в следующих фильмах «Оружие»